На своих экранах вы видите женщину, подозреваемую в серии мошенничеств. В полицию обратилась одна из пострадавших, продавец-кассир магазина в селе Лесное. Одна из покупательниц приобрела продукты питания стоимостью 300 рублей, передав для платы пятитысячную купюру. Отсчитав ей сдачу, продавец передала деньги женщине. После этого злоумышленница заявила, что передумала покупать товар, попросила обратно свои деньги и передала продавцу ранее полученную ей сдачу. Продавец, не пересчитав полученные от женщины деньги, отдала ей купюру в пять тысяч рублей. После ухода подозреваемой продавец пересчитала возвращенные ей деньги, но там было всего 1200 рублей, после чего женщина обратилась в полицию. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что злоумышленница совершила хищение денежных средств в сумме 3800 рублей с использованием приема в залом денег. Стражи правопорядка просили потерпевшую и посетителей торговой точки. Было установлено, что подозреваемая скрылась с места происшествия на автомобиль отечественного производства. В результате быстрых и слаженных действий полицейских, автомобиль, в котором предположительно передвигалась злоумышленница, был остановлен сотрудниками ДПС в Максатихинском районе Тверской области. Подозреваемая была доставлена в полицию, где созналось содеянным. Похищенные денежные средства изъяты и возвращены владельцам. Оперативники установили, что подозреваемая причастна еще не менее чем к трем преступлениям, совершенных на территории Тверской области, где аналогичным способом завладела деньгами в аптеке и в магазине. В настоящее время в отношении неработающей, ранее неоднократно судимой 39-летней жительницы города Вышний Волочок возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Фигурантка задержана в порядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и выдворена в изолятор временного содержания. В Центральном районном суде города Твери назначено к судебному разбирательству уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в халатности. Как мы уже сообщали, вечером 16 февраля этого года в результате падения значительной снежной массы иглы пыльда с крыши дома номер 12-Б, расположенного по улице Новоторская города Твери, на деревянный защитный навес, примыкающий к указанному зданию, произошло его разрушение. Из материалов уголовного дела следует, что фрагментами навеса, а также упавшими с крыши снежной массой и глыбами льда, находившимися рядом со зданием 19-летней девушки, 61-летней женщине и 67-летней женщине были причинены значительные телесные повреждения. У одной из пострадавших они расцениваются как тяжкий вред здоровью. Как считает следствие, причинение пострадавшим травм стало возможным ввиду неорганизации своевременной очистки кровли дома от снега и наледя лицами, ответственными за его содержание. Так, в ходе расследования установлен факт ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей начальника бандела по обслуживанию зданий, учреждения по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и сооружений, который, являясь лицом ответственным за исполнение контракта по содержанию административных зданий на территории города Твери, ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности по осуществлению организаций и контролю за работой подрядной организации, что повлекло образование значительной снежной массы на крыше дома. В рамках уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучили и проанализировали все обстоятельства, причины и условия, способствующие совершению преступления. Слушание уголовного дела в суде назначено на 6 декабря.